Мы начинаем наш круглый стол по такой достаточно важной теме, а именно регулирование новых видов транспорта. Мы сейчас живем в эпоху достаточно бурной технологической революции, когда буквально каждый год приносит довольно драматическую трансформацию и мирового бизнеса, и крупных индустрий. Мы находимся примерно в той же ситуации, в которой мировые города находились в начале прошлого века, когда буквально за несколько лет движение конных экипажей было убрано с улицы, их заменили автомобили. Но сейчас возникает совершенно новый, значительно более широкий круг транспорта, который приходит в наши города. Это не только наземный, это и воздушный транспорт, и роботизированный транспорт, транспорт без человека. И совершенно новые виды, скажем так, организации городских передвижений. Пожалуй, главным барьером для того, чтобы все эти чудеса как можно быстрее начали положительно влиять на нашу жизнь, являются нормативные и законодательные барьеры. И сейчас их, конечно, везде в мире активно разрабатывают, прорабатывают. И в каком-то смысле скорость и готовность города открыться для новых видов транспорта – это, так скажем, следствие результативности и городских, и федеральных властей. Вот сегодня мы поговорим о том, как в целом можно регулировать городское движение, как это сделать максимально и комфортно и безопасно, и попробуем разобрать это со всех сторон. И для этого у нас приглашены, скажем так, очень глубоко вовлеченные в эту проблему спикеры. Первым попрошу выступить Грега Линцея, руководителя направления мобильность New Cities Foundation. Пожалуйста, Грег. Спасибо. Извините за то, что мне придется говорить по-английски. Я американец здесь, среди участников нашего круглого стола. Итак, я из Нью-Йорка, я из Америки. И у нас появились такие предложения, как Uber. Если смотреть на Uber, на Яндекс, революционные средства мобильности, мы должны подумать о том, как регулировать их. И в нескольких случаях, например, в случае с Austin Taxis, это такси-компания, в городе прошел референдум, который заставил эту компанию покинуть рынок. Со временем появился Uber. Но в США такие компании поняли, что они могут обратиться к законодателям на уровне штата. Дальше были битвы между республиканцами и демократами. И Uber у нас считается технологичной компанией. То есть у них очень много юристов, которые работают в пользу компании. Примерно столько же, сколько и инженеров. То есть они работают по сетевому принципу в разных штатах США. Это уже стало историей. Но города вместо того, чтобы принимать законы, стали разрабатывать свои кодексы в области транспорта. Например, я работаю с Лос-Анджелесом. То есть Лос-Анджелес как город стал разрабатывать стандарты, которые называются спецификацией мобильности. Это правило того, каким образом пользоваться скутерами, велосипедами и так далее. То есть эти стандарты позволили им загрузить определенный объем данных в различные транспортные средства. То есть есть информация о том, какой тариф взимается с пользователя, то есть где перемещаются эти транспортные средства. То есть такие стандарты распространились на 15 или 20 городов США. А правительство, администрация Лос-Анджелеса создала свой собственный фонд Mobility Foundations. То есть теперь города используют принцип открытых данных для того, чтобы создавать кодекс с правилами управления мобильностью. То есть стандарты обычно устанавливаются бизнесом, но не коммерческими организациями и не правительственными организациями. Соответственно, это программное обеспечение, которое регулярно обновляется. И второе, о чем я хотел бы сказать, есть и другая возможность регулирования новых видов мобильности. Это специальные тарифы на пробки. То есть в Лондоне, в Стокгольме, в Сингапуре мы видим, как используются технологии для этого. То есть у нас есть GPS, автомобиль-беспилотники. И все это используется для разработки ценообразования. Есть технология, которая позволяет брать тариф за километр. И есть определенные улицы города, где одна линия выделена для велосипедистов, другая для автомобилей-беспилотников, третья для автомобилей. И в зависимости от вида транспорта взимается соответственный тариф или не взимается тариф. То есть это такой трансформационный механизм, позволяющий перенаправлять транспортные потоки в час-пик. Есть новые стандарты и новые принципы тарифа в пробках. Вот я думаю, что с этих экспериментов и начинаются изменения нашей политики стандартов в области транспорта. Аспектов, которые, скажем так, встают на пути новых видов мобильности, например, ну если правила дорожного движения идентичны практически во всех странах, и в них можно вписать там те или иные виды транспорта, даже роботов и так далее, то вот, например, в отношении уже велосипедов, самокатов уже существует огромное количество культурных организационных различий. Если раньше там было таким, ну скорее детской забавой, то сейчас это вполне такой основной транспорт. Вот я вот, может быть, не знаю, как выразиться, но у меня сейчас велосипед становится более интересным мне видом транспорта, чем автомобиль. Я не шучу, мне сейчас на нем приходится передвигаться даже чаще. Вот у меня в этой связи вопрос к Александру Ходокову, первый заместитель руководителя ГКУ ЦОТ. А вот как в целом законодательство будет регулировать вот эти новые диверсифицированные типы мобильности, вот и людей, и роботов, и машины, и самокаты, велодорожки и так далее? Какие здесь перспективы? Ну, у нас перспективы, к сожалению, в каждом округе или в каждой области мы свой кодекс издавать не можем, а у нас общегородская система, общегосударственная система. Соответственно, в связи с тем, что сейчас активно развивается вот такой вид транспорта, как самокаты, электросамокаты, спидвей и различные другие технические средства передвижения, не попадающие пока ни под какую категорию, которая указывает у нас правила дороже движения. Тут у нас двухколесный трассно-средство и трехколесный велосипед, приводящий в движение мускульные силы. А здесь есть определенный пробел. Сейчас, к сожалению, да, такая проблема существует. Допустим, у нас за апрель-май начало, то есть сезона, активное сезонное передвижение на таких видах транспортных средств принесло уже 32 дорожных транспортных происшествий и одну смерть. И что печально страдают в этих происшествиях в основном дети. Из этих 32 происшествий 25 детей пострадало. Ну, наверное, это непривычный, скажем так, для города вид транспорта. И водители тоже пока не привыкли. Поэтому мы сейчас активно работаем над внесением изменений в правила дороже движения, чтобы внести, как вид транспортных средств, самокаты и другие такие легкие, скажем так, средства передвижения, ограничив их какими-то характеристиками, потому что современные электросамокаты позволяют двигаться со скоростью до 70 км в час, что, я считаю, в корне недопустимо. Это неуправляемая машина и в потоке, особенно в движении машин в городской черте, да, и не только в городской черте, и за городом, не позволит современно сориентироваться ни водителю автомашины, ни водителю этого транспортного средства, самоката. И, соответственно, вносим изменения в кодекс об административных правонарушениях, об административной ответственности водителей данной категории транспортных средств. Но пока это в стадии обсуждения. Внести изменения такого плана, особенно в кодекс, это довольно длительная процедура. В правилах дорожного движения у нас есть уже наработка. Мы с помощью Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения и других организаций это быстро вносим. Но вот в кодексе это немножко сложнее и немножко дольше процедура происходит. А пока сроки я сказать не могу по этому вопросу. Спасибо. Ну, надеюсь, что здесь разработка законодательства будет идти, скажем так, рука об руку с культурой вождения, потому что, как Вы абсолютно справедливо отметили, здесь больше зависит даже не от писанных правил, а от неписанных того, как себя ведут водители. Должен, кстати, сразу сказать, что я помню, как в Москве среди водителей появилась мода пропускать пешеходов на улицах и на зебрах, даже если они идут не на свой свет. И когда ты после Москвы попадаешь в другой город, даже в Петербург, вроде культурная столица, начинаешь идти по-московски и чувствуешь себя сильно небезопасно. Поэтому здесь от культуры водителя зависит иногда даже больше, чем от какого-то жёсткого свода правил. Но вот этот вопрос, так скажем, опережающего законодательство, он особенно важен, когда, грубо говоря, нет не только культуры, но нет даже никаких примеров. Вот сейчас возникают роботомобили, и совершенно отсутствует не только мировая практика, но и даже представление о том, как это делать. Насколько есть информация, что, например, когда появился каршеринг, то правила регулирования в Москве в каком-то смысле делались на основе миланских, то есть были какие-то прецеденты. А вот с кого брать пример в части роботов, это на самом деле огромный вопрос. Вот попрошу, может быть, на него или на всю эту тему ответить Андрея Незнамова, руководителя исследовательского центра проблем регулирования робототехники и искусственного интеллекта. Пожалуйста. Коллеги, здравствуйте. Спасибо за выступление. Я расскажу про тенденции регулирования в мире и в России, что делать с этими машинами, так ли они опасны или нет. Посмотрите на экран. Видите картинку? Это картинка иллюстрация самого опасного и неприятного закона в истории, наверное, ну не автомобильного транспорта, но человечества точно. По меньшей мере автомобильного транспорта. Закон красного флага принят в Великобритании в середине 19 века. Появились машины, что с ними делать никто не знал. Плата Лорзов сказала, пусть перед каждой машиной идет человек с красным флагом, предупреждая об опасности. Знаете, что случилось с автомобильной промышленностью Англии? На 40 лет оно было практически остановлено в своем развитии. Я расскажу вам про тенденции регулирования, но сначала хотел бы немножечко о терминах, потому что как их только не называют. Вот автоботы, роботы-боты, беспилотники и так далее. В реальности в мире за последние 4 года ведется достаточно активная работа как по регулированию, так и по определению правильной терминологии. Не буду повторять вам все вот эти уровни автоматизации, могу просто сказать, что за основу пока даже в Организации Объединенных Наций принят стандарт Международной Ассоциации Автомобильных Инженеров, который во своей основе содержит немецкий стандарт. И он разделяет все вот эти автоматизированные машины на 6 градаций. Нулевая – это где вообще нет никакой автоматизации, а последняя, пятая категория – это где машина ездит без управления человеком. Грубо говоря, нажимаешь кнопку и все. Какие термины в связи с этим используются? Автоматизированное вождение и, соответственно, транспорт высоко или полностью автоматизированный. Никаких автоботов, по крайней мере, сейчас уже нигде нет. Теперь, собственно, что происходит с регулированием. Я покажу вам очень коротко две тенденции. Первое, что происходит на уровне ООН, и второе, что происходит на уровне других государств и России. На уровне ООН разработана резолюция внедрения в практику таких машин. Эта резолюция адресована странам, участникам Ветской конвенции. Ее разрабатывали, не соврать, два с половиной года. До запятой там каждую букву разбирали, как нужно регулировать этот транспорт. Но положения резолюции достаточно простые. Безопасность, безопасность, безопасность. Все понимают, что любое происшествие, не дай бог, убьет развитие отрасли. Помните ситуацию с Uber, как сразу все заговорили об остановке тестов. Поэтому по существу вся резолюция направлена на то, чтобы заставить государство обеспечивать безопасность этих разработок, обязательно обеспечить тестирование и сделать так, чтобы всегда можно было проследить, кто конкретно управлял машиной в конкретный период времени. На национальном уровне регулирование развивается достаточно активно. К сожалению, Россия… Вот видите, красным выделена линия. Это рейтинг одного из ведущих консалтинговых агентств. Рейтинг оценивал готовность страны к внедрению регулирования. Россия занимает почетное 23 место из 24, в том числе по степени готовности регулирования. Там практически последнее место. В чем сложность? Дело в том, что последние 2-3 года практически во всех близких нам странам мира и странам-лидерам приняты законопроекты, законы, посвященные тестированию этого вида транспорта. Венская конвенция более-менее общая для всех. Правила дорожного движения везде одинаковые. Поэтому во всех правопорядках была такая проблема, как пускать беспилотники на дороге общего пользования. И практически везде ключевой тренд принимается закон, который разрешает их тестирование. Это очень аккуратно, под контролем, на определенных территориях, только по лицензии, с обязательной страховкой, с указанием, кто, не дай бог, если что-то произойдет, в тюрьму сядет. Но тестировать их можно и нужно, потому что без них вы не выпустите их на дорогу в полноценном варианте. Соответственно, во многих странах мира, по моим подсчетам, около 30 такой закон есть. Ну и, соответственно, параллельно инициируется изменение Венской конвенции. Самое интересное, что в России происходит, правда? У нас до ноября прошлого года вообще не было никакого регулирования. Поэтому тестирование высокоавтоматизированного транспорта во многом было в серой зоне. В ноябре было принято постановление правительства, которое очень аккуратно разрешает тестирование некоторых видов машин в некоторых регионах, на некоторых условиях. В общем, оно очень аккуратное. Происходит это так. Это правовой эксперимент, он длится 3 года. Тестировать можно в Москве, Татарстане. И, значит, если ты хочешь тестировать машину, ты проверяешь ее в НАМИ, которая говорит, что машина безопасна. Регистрируешь изменения конструкции в МВД и, пожалуйста, тестируешь ее на определенных условиях. Кучу документов нужно предоставить, программу эксперимента, руководство водителя. Но в целом тестирование есть. Обратите внимание про безопасность. Чаще всего меня спрашивают. В таких машинах должна быть система видеозаписи действий водителя. Должен быть черный ящик, чтобы понимать, что происходило всегда. Должна быть своеобразная красная кнопка. Ну и сзади такой знак автомобильного, автономного управления. Что не так? Я только две проблемы отмечу. Во-первых, что тестировать? По постановлению мы можем тестировать только один вид машин. Берем обычную машину, дорабатываем конструкцию, сажаем инженера за руль. Машина рулит сама, но инженер, если что, вмешивается. Это плохо. Вот почему. Потому что существуют в России разработки, когда машина изначально беспилотная. Там даже нет, условно говоря, руля. Есть красная кнопка. Два примера на экране. Сверху матрешка Волгобас, снизу проект Шаттл на Ми. Вторая проблема. Мы не можем посадить инженера легально, даже на место пассажира хотя бы. Хотя почти все разработки, мне известные в России, спокойно это позволяют. И вторая проблема. Где тестировать? Слева Татарстан, справа Москва. Я облетал по долгу работы всю страну. Это вот Сочи. Это Южно-Сахалинск. Это мой родной Екатеринбург. В этой фотке прекрасно все. Если вы научили машину ездить по вот такой вот дороге, как в Москве, с разметочкой, пятью полосами, все остальное. Вот она что будет делать там, где нет разметки, и вообще непонятно, это дорога или не дорога. При таких условиях верифицируемость эксперимента становится практически нулевой. И мы за то, чтобы этот эксперимент, безусловно, расширялся. Отчасти уже это услышали, еще пять регионов добавили. Ну, добавили мало. Последнее, что я хотел бы рассказать, это законопроект, в разработке которого я участвовал, который внесен в Госдуму в прошлом месяце. Он посвящен как раз тем проблемам, которые я вам рассказывал. Создать федеральную основу для тестирования всех возможных видов транспорта, инновационных, автомобильных. В том числе тех, которые вообще не содержат внутри человека. Повторюсь, никто не предлагает выпускать на Тверскую огромный беспилотный КАМАЗ. Будет создано федеральное законодательство, которое разрешит хотя бы какие-то условия создавать. Ну, может быть, только ночью или только днем. Только на определенных дорогах. Но правовая основа должна быть. Мы отстаем в этом, как я уже сказал, на 3-4 года от всех ведущих стран. И наши ведущие разработчики без такого законодательства просто уедут. Это тот случай, когда законодатели могут реально стимулировать развитие инноваций. Я очень надеюсь, что мы это сделаем. Законопроект, хочется верить, в этом году все необходимое чтение пройдет. Как кажется, почти все игроки индустрии его поддерживают. И многие представители ФАИВов, в общем, государства понимают важность этих разработок. Спасибо, коллеги, за внимание. Да, спасибо огромное за рассказ и за, скажем так, наглядность. Я должен сказать, что очень важный момент, что мало же написать законодательство. Надо еще понять, как это будет взаимодействовать с реальными, скажем так, объектами, под которые разрабатывается законодательство. Потому что тут же еще очень большой вопрос, что если, скажем так, классический автомобиль, там понятно, что субъектом ответственности все равно является человек, то с роботомобилем, кто является субъектом ответственности, условно говоря, кто и как будет выплачивать иски, это тоже отдельный вопрос. Сейчас есть отдельная большая дискуссия, которая ведется в мире. Не придется ли рано или поздно вводить в законодательство робота как субъекта деятельности, а не как объекта? То есть не придется ли наделять его определенными не только обязанностями, но и правами? Но это пока, наверное, совсем футуристическая история, хотя уже сейчас в каком-то смысле, если роботомобиль попадает в инцидент, то возникает огромный вопрос, а кто конкретно является причиной этого инцидента? Программист, тот, кто делает дорогу с плохим освещением и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь очень много вопросов. Но есть один очень наглядный пример. Спасибо за этот пример с человеком с флажком. Мы все помним прекрасно, что не Англия стала лидером автомобильного движения в мире. Точно так же сейчас, если одна страна сдерживает развитие законодательное, есть страна, которая перехватывает флажок и начинает бежать вперед. Мы все помним пример Китая, который начал выпускать роботизированные автомобили на дороге еще до того, как начал разрабатывать законодательство, тем самым сильно подстимулировав все остальные страны не стоять на месте. Поэтому в этом смысле те города или страны, кто отваживается на эксперимент, на мой взгляд, берут на себя очень хорошую роль первопроходцев и тем самым позволяют двигаться быстрее всем остальным. Мы все знаем, что в Москве уже тоже и стартовал эксперимент. Первые машины Яндекса катаются по дорогам, насколько я знаю. И вот у меня просьба Игорю Алексееву рассказать, во-первых, в каком статусе этот проект, какие планы и какие в целом перспективы видит Яндекс по разворачиванию роботизированных автомобилей в Москве и как быстро это все развернется. Пожалуйста. Да, большое спасибо. Особенно приятно выступать после Андрея, который на самом деле описал полную картину, текущую картину состояния законодательства в этой сфере в России сейчас. И особенно первый слайд очень понравился, который, собственно, говорит о том, что если не сделать что-то прямо сейчас, то технологии мы будем скорее импортировать, а не экспортировать. При том, что весь необходимый задел у нашей страны и у наших компаний есть в настоящий момент. Что касается нашей компании, у нас действительно очень большой план. Мы, собственно, с 2017 года активно тестируем технологию, развиваем ее. Сейчас у нас план до конца года нарастить парк до 100 или, может быть, даже больше машин. И здесь во многом все зависит от того, насколько нам удастся ускорить процедуру тестирования этих автомобилей в органе НАМИ. Если отойти, может быть, на шаг назад, то здесь надо сказать, что в любом случае законодательный процесс таким образом устроен, что он никогда не будет успевать за технологическим развитием. Но это факт. При этом пока технологию какую-либо не начать использовать в реальном времени, в реальном месте, особенно технологии на базе искусственного интеллекта, очень сложно понимать, как эта технология будет развиваться, какие ее аспекты нуждаются в регулировании. Очень часто бывают попытки сразу все зарегулировать, запретить, на самом деле, что является очень некорректной. И здесь хорошим примером можно привести регулирование в Европе, где такие акты, как тот же GDPR, очень сильно ограничивая развитие местного IT-рынка и привел, по сути, к тому, что в Европе нет сильных IT-игроков. И при этом, если обратить внимание на опыт США и Китая в области регулирования IT-сферы, искусственного интеллекта, то можно увидеть, что настолько сбалансированное законодательство, которое не просто позволяет местным компаниям развиваться, занимать, на самом деле, лидирующие позиции на мировом рынке. Возвращаясь к регулированию беспилотников в США и Китае, здесь хочется еще отметить, почему именно эти страны. Я привожу пример. Во-первых, потому что как раз три страны, Россия, США и Китай, они обладают всем необходимым стеком технологий для развития беспилотников. Как происходит в США, где мы, собственно, тоже имели возможность испытать наш беспилотный автомобиль в Лас-Вегасе, по сути разрешение на выезд на дороге общего пользования получается в течение недели. Происходит это все дистанционным образом. Ты обращаешься в соответствующий орган за разрешением, тебе присылают по почте разрешение, еще через неделю присылают номера. При этом также можно пересаживать инженера из-за руля на пассажирское сидение, с этим нет проблем. К чему это приводит? Приводит это к тому, что сейчас в Штатах порядка 80 компаний, только вдумайтесь, 80 компаний сейчас тестируют свои наработки в области беспилотных технологий в Штатах. При этом парк беспилотных автомобилей, о котором известно, порядка полутора тысячи, полторы тысячи автомобилей. Что в Китае? В Китае ключевая компания, которая занимается развитием беспилотных технологий, это конкурент Google, компания Baidu. У них сейчас порядка парк, порядка 300 автомобилей на дорогах. Здесь еще раз хочется акцентировать внимание на необходимость создания прозрачных, понятных и очень простых условий для допуска автомобилей на дороге общего пользования. В первую очередь потому, что каждое примедление здесь, оно приводит к тому, что мы начинаем отставать. И здесь не только та сторона, соответственно, победит в этой технологической гонке, у которой будет необходим технологический задел, компетенция, экспертиза, а еще и та сторона, которая создает такие вот условия для беспрепятственного тестирования и развития этой технологии у себя на территории. Спасибо. Да, спасибо. И я полностью в данном случае солидарен, что если ты будешь тормозить, то пальма перенства достанется другим. И есть, знаете, очень такой хороший регуляторный пример. Например, Британия, уже современная, не та Британия, которая упустила, скажем так, технологический прогресс в прошлом, а современная Британия, они на государственном уровне очень стремятся и стараются, чтобы все нормативы и все правила, связанные с регулированием чего-то нового, в Британии появлялись одним из первых. И сейчас в мире возникает такое своего рода соревнование. Китай что-то пробует без регулирования, а Британия тут же успевает это зарегулировать. Так, например, было с редактированием генома. Буквально вчера прошла новость, что Британия первая в мире зарегулировала, засертифицировала электрические накопители как виды генерации энергии, поэтому они действуют очень впереди. А Китай, он не успевает регулированию, он просто дает разрешение, обойду первую, как раз и выпустил машину на дорогу без всякого регулирования. Здесь надо как-то действовать, наверное, не так Китай, хотя почему, может быть, нет, может быть, и придется. Но уж точно, если уж хотим регулировать, то быть такими же быстрыми, как Британия. Есть у нас еще один докладчик. Ральф Петер Шефер, вице-президент компании Traffic Travel Information in Tok Tok. Пожалуйста, насколько я понимаю, мы поговорим о различных других типах мобильности городской и их регулировании. Пожалуйста. Большое спасибо. Я хотел бы предложить вам несколько тезисов о большой трансформации, которую мы сейчас переживаем. Об этом говорили предыдущие докладчики. Но что происходит сегодня в наших городах? У нас есть общая цель – преодолеть пробки. Нужно понять потребность в транспортных средствах, в различных видах транспортных средствах. И также нужно продвигать новые виды транспорта, новые транзитные технологии. Нужно приспособиться к новым транспортным средствам, как мы говорили, к беспилотным автомобилям. Я хотел бы привести несколько примеров. Сегодня мы говорили и о технологиях, и о законодательстве, которое нам требуется. И мы знаем, что некоторые виды законодательства являются более полезными, другие способствуют этой цели в меньшей степени. Итак, мы работаем над технологиями беспилотными. Они приходят. На прошлой неделе я ездил в Казани на беспилотники от Яндекса. У нас появляется тенденция к шейрингу, к совместному пользованию, который также способствует сокращению пробок и повышению уровня безопасности на дорогах. Безусловно, внедрение новых технологий займет время. Мы увидим гибридные средства транспорта, изменятся модели владения, изменится степень ответственности. Мы увидим, как изменится рынок страхования, изменится роль ответственности, ответственного лица в результате дорожно-транспортных происшествий. И беспилотные автомобили, безусловно, революционным образом меняют способ регулирования транспорта в будущем и предлагают нам широкие возможности. Если говорить о городах, что ждет их, мы должны подумать о том, каким образом убрать частные автомобили с дорог. В случае Москвы и некоторых других городов нам нужно отдать пространство людям. Нам нужно оставить больше места для других средств транспорта, пешеходов, велосипедов, электросамокатов. Опять же, нужны новые системы управления транспортом. Опять же, по мере внедрения велодорожек и дорожек, на которых можно перемещаться до электросамокатов, все равно происходят дорожно-транспортные происшествия. Поэтому нам нужно законодательство, которое поможет уменьшить число ДТП и обеспечить более высокий уровень безопасности. Итак, для людей, которые привыкли пользоваться частным автомобилем, это будет болезненный процесс. Но если вы хотите победить пробки, то единственная возможность – это предусмотреть больше места для альтернативных видов транспорта, для велосипедов и электросамокатов. И эта задача стоит перед городскими планировщиками. Они должны предпринять ряд шагов в области законодательства в том числе. И еще о чем хотелось бы сказать. Мы видим, что города открывают центры обработки данных, открывают информацию о работе светофоров. Это хороший шаг для поддержки отрасли. Для того, чтобы поддержать концепцию мобильность как сервис, для того, чтобы обеспечить бесшовный доступ к транспортной информации, чтобы уменьшить время на передвижение между точки А до точки Б, можно сделать мобильность более прозрачной. В Швейцарии, например, у нас делается акцент на использование общественного транспорта, трамваев, автобусов. То есть это позволяет нам сбалансировать экосистему. Это хорошо и благоприятно для городов, для людей, у которых появляются альтернативные возможности, которые пользуются мультимодальностью транспортной системы. И в будущем нас ждут новые изменения. Здесь важна роль открытых данных. Это происходит во всех частях мира, и в Европе, и в Северной Америке. То есть открытость данных является залогом успеха. Также я хотел бы сказать, поддержать своего коллегу из Нью-Йорка. Итак, вот эта коннективность между людьми и машинами. И в будущем роботами. Мы должны пользоваться этой возможностью для того, чтобы подходить от инфраструктуры. Нам не нужна дополнительная инфраструктура для того, чтобы чувствовать перемещение транспортных средств. Нам нужна динамическая система настроек, которая позволяет поддержать экономику. И коллега из Нью-Йорка говорил, что это огромная возможность для того, чтобы уйти от статичного налогообложения к динамичному ценообразованию. Мы видим о том, что есть рынок, который позволяет контролировать его за счет динамичного налогообложения и ценообразования, установления гибких тарифов на перемещение по различным видам дорог и в зависимости от разных видов транспорта. Это позволяет вам создать экосистему, где у людей будет достаточно места для жизни, работы, когда города перестанут быть огромной парковкой. А эта ситуация наблюдается сегодня в большом количестве городов. Люди смогут также совместно пользоваться машинами на принципах шеринга. Большое спасибо. В целом, мы сегодня посмотрели на достаточно широкую панораму вопросов, связанных с городской мобильностью. Я единственное, что добавлю к этому, может быть, еще несколько аспектов. Кстати, забыл представиться. Меня зовут Евгений Кузнецов. Я руковожу венчурным фондом компании Orbita Capital Partners. И мы как раз инвестируем в такого рода технологические компании, связанные с Disruption Technologies, вообще с эволюционным развитием. И в нашем фокусе есть несколько компаний, которые, кроме описанных проблем, еще, например, занимаются регулированием движения дронов, то есть роботизированных летающих платформ, в том числе потенциально летающих такси, то есть роботизированных, а может быть, сначала пилотируемых, потом автоматизируемых летающих машин, которые будут связывать центр города с аэропортами. Да, наконец-таки прогноз из «Назад в будущее» более-менее начал попадать в реальность. Мы ожидаем, что через год-два начнутся первые пилотные проекты по летающим такси во Франкфурте, в Париже. Очень надеюсь, что Москва тоже будет не сильно от этого отставать. Но регуляторные вопросы – это не только то, что связано с правилами движения. Например, сейчас обсуждается в Европе требование к электромобилям шуметь, потому что слишком тихо он едет, его не слышно. Я, кстати, с абсолютно бесшумными байками столкнулся на китайских улицах еще три года назад. Хорошо, что столкнулся в метафорическом смысле, потому что да, они меня реально чуть не сбили. Ты переходишь улицу, ты их абсолютно не слышишь, а они летят как оглашенные и, в общем-то, делают это абсолютно бесшумно. Поэтому вопрос регулирования – это не только изменение правил, это не только сочленение потоков, это еще и вопросы, связанные с изменением самой природы, что ли, транспортного движения, поднятия его в воздух, передвижение в странных, скажем так, совершенно новых типах аппаратов и так далее. Мы сегодня с разных сторон все примерно о том же и сказали, что здесь очень важно, чтобы город действовал не столько реактивно, сколько проактивно, то есть формировал правила до того, как сформируется какое-то уже существующее потребительское предложение. Нам всегда проще сначала подождать, когда кто-то сделает, потом скопировать, но тогда мы действительно теряем лидерство. Вот, к примеру, в России очень много компаний, кто мог бы быть потенциальным лидером в области дронов и создают очень хорошие системы и для городов, доставка, разного рода контроль, например, донести лекарства до человека, который плохо себя почувствовал. Но всё это разбивается просто о невозможность использовать дронов в городах. И, естественно, в результате теми компаниями, которыми первыми начинают создавать городские системы логистики на основе дронов, это, конечно, американские компании, это Google, там экспериментируют они в Австралии и так далее. Естественно, российские компании здесь просто-напросто теряют даже шансы на соревнования. Поэтому проактивное законодательство – это одна из форм поддержки развития новых технологий, причём, возможно, даже определяющая. Ну, мы на этом подошли к концу нашей дискуссии. Я очень благодарен слушателям, благодарен спикерам и желаю, чтобы наша технологическая среда развивалась быстро и мы получали от этого только положительные впечатления. Спасибо. 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 Спасибо.